Председатель законодательного собрания Владимир Киселёв посетил региональный сосудистый центр Владимирской областной клинической больницы во время рабочей поездки. Также ему удалось понаблюдать за течением сложной операции на сердце в режиме реального времени. Спикер ЗС подчеркнул, что развитие здравоохранения было и остаётся приоритетным направлением расходования областных бюджетных средств. Мы считаем, что, наверное, очень важно развивать вот такие крупные центры, как, например, областная клиническая больница, с тем, чтобы здесь как минимум было всё необходимое для того, чтобы показывать помощь любого уровня нашим гражданам. И понятно, что, наверное, не основную, но большую, приличную долю денежных средств мы направляем в первую очередь на такие крупные центры, чтобы спасать жизнь наших людей. Практически в прямом смысле этого слова. Главный врач ОКБ Владимир Безруков отметил, что появление новых региональных сосудистых центров, как, например, в Александрове, со временем должно снизить нагрузку на областную больницу. Но в настоящее время востребованность такой помощи у населения остаётся высокой. Сейчас специалисты областной клинической больницы помогают своим коллегам в районах дистанционно посредством видеосвязи. Ковид научил нас работать дистанционно. И вот эти годы, проведённые в ковиде, когда у нас был закрыт хирургический корпус, у нас не было другого выхода, кроме как развивать телемедицинские консультации. Сейчас отделение экстренной консультативной помощи оказывает до 300 консультаций в месяц нашим коллегам из районов. То есть пациенту не нужно приезжать сюда лично. Мы собираем всю необходимую медицинскую документацию, оценим его состояние удалённо. И даём рекомендации для того, чтобы организовать лечение по месту жительства. Тем не менее, если требуется экстренное присутствие специалистов ОКБ, то врачи пользуются услугами санавиации. В региональном сосудистом центре областной клинической больницы пациентов не только оперируют. Также здесь есть возможность начать и реабилитационную программу. Владимир Киселёв ознакомился с оснащением центра, на себе испытал действия высокотехнологичного оборудования. Сейчас ОКБ активно приглашает новых специалистов и занимается кадровым вопросом. Мы активно направляем выпускников вузов в целевую ординатуру. Мы активно работаем в социальных сетях, организуем Дни открытых дверей, и выезжаем на ярмарку вакансий в медицинские вузы. Поэтому, в общем-то, проблему эту мы решаем. В этом году, например, мы ждём троих молодых специалистов-кардиологов. Один из них сегодня первый рабочий день уже отработал. Владимир Киселёв уверен, что открывающийся Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета также поможет решить вопрос с кадрами. Обучение будущих врачей начнётся в сентябре. Региональный сосудистый центр Владимирской областной клинической больницы работает уже 13-й год. Врачи напоминают, что в жаркую погоду пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями больше подвержены риску. Жара – это главный предиктор. Осложнение, связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями, усугубляет их течение. И то, что, как правило, имеет хронический характер на фоне вот таких экстремальных температурных нагрузок, сразу легким движением руки превращается в экстренную ситуацию жизненно угрожающую. Специалисты советуют укрываться в тени, не забывать про обильное питьё и избегать появления на улице с половины 11 до 4 часов вечера.